Друзья, добрый день. Рад приветствовать вас на нашей интересной встрече. Давайте дадим возможность подключиться тем, кто в дороге, немного запаздывает. Говорим пока о новостях. Каждый день приносит нам разные новости. То хорошие, то не очень. Знаете только что, час назад пришла новость о распоряжении нашего президента перевести расчеты за газ в рублях. Благодаря чему валютная биржа резко оптимистично отреагировала. Евро, по-моему, на 8 рублей упал. Соответственно, рубль укрепился долларом 5. Но кто-то говорит, что это временное явление. Кто-то говорит, что... И надеется, что укрепление рубля пойдет и дальше. Но это не повод нам расслабляться. Да, мы понимаем, что мы находимся с вами в непростых экономических условиях. И я сравниваю текущую ситуацию, знаете, с ездой на автомобиле. Да, мы с вами ехали на своей машине, у нас были планы, мы знали, куда мы едем, зачем. Вот вдруг мы заехали с вами на скользкую дорогу и машину стало заносить. Конечно, если за рулем, допустим, я как водитель, да, срабатывают мои инстинкты, я снижаю скорость. Если меня заносят, то выворачиваю руль. Если я умный человек, то выворачиваю руль в правильную сторону. Ну и многие компании, которые попали в такие скользкие условия, да, их тоже стало заносить. И многие решения, которые есть в такой ситуации, они принимаются на уровне инстинктов. Понятно, что зависят от компаний в разных ситуациях. Есть компании, которые с крайним оптимизмом смотрят в будущее из-за того, что входят их иностранные конкуренты. Да, есть даже компании, которые смотрят в будущее, потому что закрывается возможность, или мы ожидаем такую возможность закрытия поездок за границу, соответственно, больше денег будет оставаться в России. Вот я знаю компании, которые занимаются продажей земельных участков, они довольно оптимистично смотрят в будущее. Считаю, что, во-первых, денег больше будет в России остаться, во-вторых, люди захотят, ну, инвестировать уже не в валюту, да, а в недвижимость, в том числе и в участки. Вот поэтому, конечно, для компаний, есть компании, которые, ну, с оптимизмом смотрят в будущее, благодаря реально текущей экономической ситуации. Но, боюсь, что большинство компаний, или, по крайней мере, половина, да, вынуждены принимать срочные меры для спасения компаний. Это либо увольнение части персонала, это, может быть, увеличение цен на товароуслуги, такое экстренное, как говорят американцы, драматическое увеличение цен, это перестройка цепочек поставок, это закрытие малорентабельных направлений в бизнесе. И я не исключение, находясь в должности финансового директора института Мирбус, мы тоже рассматриваем различные варианты. Надо понимать, что платное образование, у нас оно платное, да, это, ну, такая отрасль, в которую люди инвестируют не в первую очередь. Когда у человека стоит вопрос, что ему заплатить ипотеку или направить деньги на образование, понятно, что он выберет ипотеку. Поэтому мы тоже находимся в непростых условиях, но оптимизма не теряем. Но и хотел, еще хочу сказать, что в чем отличие от текущего момента, что есть разные прогнозы экономистов, и прогнозов, в которые я верю, то, что такая скользкая ситуация на дороге быстро не закончится. И, ну, по оценкам, на которые я ориентируюсь, да, по крайней мере для построения своих финансовых моделей, я считаю, что два года нам предстоят непростые, нужно научиться жить в новых и сложных финансовых и экономических условиях. Как я говорил, да, срочные меры, конечно, нужны, их чаще всего принимают на воле экстинктов, но нужно теперь учиться жить в условиях, которые нам преподносит новая реальность. Что это за условия? Мы, конечно, знаем про рост стоимости кредитов, да, про резкое поднятие курса валют, и если раньше компании могли позволить себе довольно спокойно распоряжаться деньгами, то теперь при такой стоимости кредитов они вынуждены аккуратно относиться к своим расходам, и к расходам денег, и к оборотному капиталу в целом. Поэтому надо с вами научиться жить в новых условиях, уметь управлять автомобилем на скользкой дороге, снизить скорость, резко не вращать рулем и так далее. И сейчас я начну включать презентацию, да, вроде к нам люди вытягиваются. Здесь мы собрались с вами по нескольким причинам, да. Первая причина – это вот обсудить непростые экономические условия. Конечно, мы с вами за час-полтора не сможем подробно и информативно остановиться на всех вариантах развития событий и возможных реакциях компаний, финансовых руководителей, генеральных руководителей, операционных руководителей на сложившуюся ситуацию, да. Поэтому, то есть, кого тема такая интересует и вообще волнует, рекомендую вот 30 марта стартует курс через неделю. Детали можете прочитать по адресу FinTechStopBC2022. Курс с одноименным названием, да, рассказывает как раз о возможности преодоления сложных условий и возможности выживания в них. Как говорят японцы и наши многие коучи, да, кризис – это время возможностей. И компании, которые смогут найти в текущей ситуации новые возможности, да, они могут пережить кризис даже с увеличением своих показателей. Ну, я искренне желаю, что мы в вашей компании именно такими и были, да, именно, ну, именно жили в условиях новой реальности и не просто выживали, а развивались. Сначала, ну, у меня есть презентация, да, но хотелось сначала, может, поговорить о том, какие есть варианты, допустим, в части персонала. Вроде первое, на что в сложных условиях, да, ради сокращения расходов могут пойти компании, это сократить персонал. С другой стороны, сегодня как раз я смотрел опрос компании Antal в части персонала, в части зарплат, и многие компании считают, что вынуждены будут повышать вознаграждение своими сотрудниками, да, потому что цены растут, и если вы не будете обеспечивать персоналу зарплату в рынке, он просто начнет от вас убегать. Конечно, сейчас непросто найти работу, все это понимают, но все же компании также понимают, что вместе с ростом цен на свою продукцию придется поднимать зарплату персонала. Тут я хотел бы вам такой дать маленький совет, да, знаете, вот как в жизни определить, хорошее это решение или плохое. Мы все с вами часто стоим перед выбором, да, и жизнь нас вынуждает делать решение. Я вот для себя сделал такой вывод, что хорошее решение – это то, которое закрывает больше, чем одну проблему. То есть у вас есть определенная проблема, и хорошее решение, мало того, что ее решает, но также еще и одну или несколько смежных задач. Так вот, в части повышения зарплаты персонала мы рассматриваем вариант у себя, допустим, да, это переход на мотивационную систему оплаты. То есть когда наша команда пришла в институт, практически у всех были только окладные составляющие, никого не было переменных частей, даже у тех, кто занимался продажами наших образовательных продуктов. Так вот, сейчас шанс есть, да, что людям не просто повышать оклад, а добавлять переменную часть и объяснять, за что оно. То есть привнести мотивацию, мотивационную составляющую в свою компанию. С одной стороны, вы хорошее решение, да, то есть вы повышаете зарплату, чтобы люди от вас не разбежались. С другой стороны, вы людям с помощью мотивационной системы доносите свои ценности. Доносите свои ценности, да, как они в компании должны себя вести и что им нужно сделать, чтобы получить свое вознаграждение. Это, поверьте, хорошо работает. И вот на курсе я рассказываю даже пример про бухгалтеров, как сотрудников финансовой службы сделать мотивацию. Допустим, наш главный бухгалтер имеет там месячную, квартальную и годовые переменные части. Допустим, годовую он получает, если там положительное заключение аудитора без комментариев, да, вот, тогда полностью получает свой годовой бонус. Есть, соответственно, условия для квартальных месячных. То есть даже бухгалтеров можно перевести на такое мотивационное награждение с переменной составляющей. Это вот первый такой пример, который можно привести. Что еще хотел сказать, еще привести несколько примеров, да, пока поговорим. Как еще можно сохранить расходы? Есть такое хорошее выражение, мне оно нравится, знаете, бережливость лучше богатства. И, наверное, сейчас наступает время, когда многие компании вынуждены следовать этой пословице. И те, кто, у кого поставлено бюджетирование, и они переходят или должны переходить, или я, в рекоменду, переходить на так называемые zero base budget, да, расчет, как в первый год. То есть считаю, что ваша компания заново начинает свою деятельность, не оглядываясь на прошлогодние и вчерашние расчеты, заново сделает бюджет как будто с нуля для своей компании. То есть не надо, вот, если у вас расходы на IT в прошлом году были 7 миллионов, не надо в этом году рисовать 8, потому что там 7 плюс инфляция. Нет, сделайте расчеты заново. Сколько у вас компьютеров, сколько вы хотите от Night Park и так далее. То есть это вот ключ к такому zero base budgeting, это то, что в части бюджетирования может помочь сократить расходы. Расходы на рекламу. Это тоже интересная статья, и, конечно, здесь нужно научиться оценивать эффективность каждого рекламного канала. Допустим, у нас в Институте Мирбис довольно сильная, ну, такая разосторонняя рекламная компания. У нас и Яндекс, и Гугл был, и Фейсбук был, и Инстаграм был. Сейчас вместо этого у нас Телеграм, ВКонтакте будет, да. Вот. И не так просто, между прочим, даже имея CRM-систему, у нас, допустим, битрикс 24 CRM-системы, не так просто отследить эффективность каждого рекламного объявления. Это нужно делать. То есть нужно научиться, допустим, мы размещаем баннеры там в специальных местах, нужно научиться понимать, сколько человек оттуда пришло, какая эффективность каждого рекламного усилия, сколько лидов, какой процент конверсии. Это все нужно теперь считать. То есть не просто сокращать расходы на рекламу, а выбрать эффективные рекламные каналы и оставить только их. Вот это, поверьте, нейтральная задача, она требует непростых усилий по автоматизации. Мы вот начали эту задачу в декабре, сейчас уже продвинулись, хочется сказать, вовремя продвинулись, да. Если бы, конечно, начали летом прошлого года, было бы проще и быстрее, но хотя бы так, не все сразу. Если еще сказать про бюджет, важная составляющая эффективного бюджетирования в текущих условиях, это научиться делегировать менеджерам принятие решений в условиях дефицита денежных средств. То есть здесь нужно вступить в тесную кооперацию, допустим. Если мы говорим про расходы на IT, значит, иногда жизнь будет заставлять вас при формировании бюджета или финансовой модели делать бюджетирование не снизу вверх, а сверху вниз. Что это такое? Это первый путь, да, когда мы говорили с вами, это когда вы рассчитываете, сколько нужно денег, чтобы, допустим, ваша IT-инфраструктура работала эффективно. Это один подход. Второй подход, подход. Многие компании могут находиться в такой ситуации, что они не могут себе позволить тратить столько денег на IT. Тогда задача стоит по-другому. Когда вы говорите своему IT-директору, что, уважаемый Сергей Петрович, у меня есть всего 5 миллионов в год на твои IT-упражнения, вот, пожалуйста, потрать их наилучшим эффективным образом, так, чтобы наша IT-инфраструктура отработала еще год без перебоя. Это, согласитесь, уже совсем другая постановка вопроса. Здесь, конечно, без того, без приучения ваших менеджеров к финансовым расчетам не обойтись. Это вот вопрос такой делегирования и кооперации с вашими менеджерами, распорядителями бюджета, да, научиться вместе с ними решать и такие задачи тоже. Говорить про возможность увеличения выручки, увеличения продаж, конечно, важно, конечно, важно, но тут, кроме вас, лучше, наверное, никто не скажет, какие могут быть резервы. Приведу пример такой, да. Из-за такой ситуации, которая сейчас у нас, ну, окружающая нас среда, да, надо понимать, где находятся деньги. Деньги сейчас, в первую очередь, находятся в государстве на государственных контрактах. Я знаю многие эти компании, которые раньше, ну, хотели за такое слово, скажу, брезговали общаться вообще с госзаказами, теперь активно смотрят в эту сторону. Они понимают, что там деньги, нужно научиться работать с контрактами, выполнять все требования, да, которые предъявляются к этому направлению бизнеса. Второе направление, это, ну, близкое к первому, это обслуживание предприятий оборонного комплекса. Очевидно, что ближайшие 2-3 года это будет тоже точка приложения денежных усилий. У кого есть возможность, те пойдут туда, ну, в этот, смотреть в эту сторону. Понятно, что не все бизнесы могут развернуться в сторону государственных контрактов оборонного комплекса, но, как привожу вам пример, IT-компании или компания, занимающаяся обучением даже, они активно смотрят в эту сторону. О чем еще хочется сказать в преддверии демонстрации, да, в преддверии такого более обстоятельного рассказа, это про ставки кредитов. Вот при той кредитной истории, которая сейчас, а многие компании имеют плавающие ставки кредитов, да, нефиксированные, зависящие от ставок Центробанка в том числе, вот они находятся в непростой ситуации. Более того, компания, если она была, допустим, поставщиком сетевого магазина, например, Леруа Мерлен, то она находится вообще в такой сложной ситуации. Хорошо, если это компания без валютных составляющих, да, без импорта, но они закладывают свои цены, это определенный размер кредитной цены, да, стоимости кредита. И при росте цены, в принципе, Леруа Мерлен вряд ли будет пересматривать стоимость товара. То есть они реагируют на рост курса валют, а вот на рост стоимости кредитов они реагируют плохо. Компания находится в непростой ситуации. И здесь нужно учиться эффективно пролить деньгами. Мы сколько сегодня сможем поговорим об этом, да, про цифровое казначейство, насколько важны именно сейчас объективные и точные информации, своевременные. Но подробнее, опять же, буду говорить на курсе. Я буду показывать там примеры реальных документов, реальных отчетов из реальных баз данных. Для продовольствующих торговых компаний важно понять оборотного капитала, потому что по оценкам, которые я знаю, по порталу банковских услуг, треть всех кредитов у нас выдавалась раньше на пополнение оборотного капитала. Что происходит там с февраля, не знаю, но в прошлом году это так. Соответственно, если компания впала в тяжелую зависимость от кредитов, нужно учиться управлять оборотным капиталом. Это тоже непростая задача, возможно, сегодня мы только ее коснемся, да, но вот, опять же, в рамках курса об этом говорю подробнее, в том числе, как, используя технологию MRP, material requirements planning, добиться снижения оборотного капитала. Так, чтобы, с одной стороны, у вас запаса было достаточно, чтобы не остановить продажи или не остановить производственный конвейер, да, если производственная компания, из-за того, что не хватило какой-то гаечки. С другой стороны, не завышать остатки запасов, чтобы это не лежало тяжким временем на размере вашего оборотного капитала. Еще одна поговорка, которая сейчас становится актуальной, звучит так, «Побеждает не сам ум, но сам осведомленный». Это я говорю о осведомленной с точки зрения оперативной информации о данных вашего бизнеса. Нужно учиться все операции теперь отражать день в день. То есть, не должно быть, никто не должен уходить домой, пока остались необработанные документы. Товар пришел на склад, документы должны быть отражены, не говоря про банковские денежные документы. Если мы говорим про управление оборотным капиталом и говорим про автоматизацию, даже в условиях, тяжелых экономических условий, таких тяжелых экономических ситуаций, можно найти деньги на такие, я бы сказал, важные автоматизаторские вещи. И вот управление оборотным капиталом для производственных и торговых компаний, опять же, я повторюсь, это важная составляющая, нужно двигаться в эту сторону, нужно максимально автоматизировать этот участок. Так вот, чтобы он работал как часы, информация должна быть актуальной. То есть, система должна знать остатки на складе, остатки взаиморасчетов в реальном режиме времени. Иначе она не сможет вам помочь в эффективном управлении и снижении оборотного капитала. И раз мы эту тему заговорили, я знаю, что многие компании сейчас находятся на развилке. Находятся на развилке, они вошли в проект автоматизации, прошли часть его пути и понимают, что продолжать его в прежнем режиме, в прежнем темпе они не могут. Да, но просто из-за того, что не хватает бюджета. Здесь вроде бы есть всего два варианта. Вариант первый – прекратить или приостановить, соответственно, ну, с риском потерять уже сделанные инвестиции, сделанные наработки. Вариант второй – продолжить, несмотря ни на что, ущерб другим расходам, финансировать проект автоматизации. Здесь, однако, есть третий вариант, есть, как всегда, хорошее решение, которое решает больше, чем одну проблему. Это решение перейти на гибридный метод управления проектом, гибридный метод agile. То есть, это такой метод совмещения agile и классического проектного подхода, и он позволяет вам, с одной стороны, сэкономить деньги на внедрение, с другой стороны, автоматизировать то, что именно сейчас больше всего важно, чтобы максимально добиться прозрачности информации, максимально уменьшить ручной труд, ради сокращения трудоемкости, ну и, соответственно, ради сокращения фонда оплаты труда. И, ну вот, мы этот путь не отменяем, несмотря на непростую ситуацию внешнюю, да, мы у себя в институте этим путем продолжаем идти. У нас проект и был по agile. Кстати, вот, наша успешность нашего проекта подтверждена тем, что мы получили премию 1С проект года в прошлом году, и, соответственно, есть подтверждение эффективности этой методики, и тоже я об этом на курсе буду рассказывать, как этого добиться, как проект автоматизации перевести в гибридный режим. Ну и, конечно, последнее, о чем хотел сказать, вкусно, да, пока без презентации, про финансовый менеджмент, вот, нужно уметь переходить на многосценарное планирование. Конечно, если вы делаете все в сложных Excel-таблицах, это не так просто, но тоже возможно. Но, здесь, знаете, есть еще одно правило, называется быстрота важнее точности. То есть нужно уметь делать расчеты в миллионах рублей, в тысячах рублей. То есть вам важно уметь их максимально быстро пересчитывать, да, делать несколько сценариев развития ситуации, вашей финансовой модели, ваших бюджетов, не застревая в деталях, в копейках. То есть нужно их отбрасывать, знаете, и плыть дальше, да. Плывете, ну, плывете в море, вокруг вас стены, вы отбрасываете вам, на скорость это не влияет, и вам главное быстрее достичь вашего результата противоположного берега. И важна еще одна составляющая – сделать в неспокойном окружении острое спокойствие. Правило звучит так, что чем сложнее окружающая среда, тем проще должны быть внутренняя структура компании. И шаг к этому – это внедрить регулярный менеджмент, регулярный финансовый менеджмент. Это будет ваше острое спокойствие в море хаоса. То есть это позволит вашим сотрудникам, во-первых, посмотреть на жизнь с оптимизмом. Я вот, ну, интересуюсь психологией, и не только психологией управления, но вообще человеческой психологией. И прочитал недавно интересную статью, что как вот помочь себе в период кризиса. То есть мы обществе говорим уже не про кризис в экономике, а, допустим, человек попал в ситуацию кризиса, разные причины могут вызвать. И один из советов – это иметь план, иметь регулярность, по нему двигаться. То есть нужно встать 8 часов. То есть, да, если, допустим, человек потерял работу, непростая ситуация, не нужно выпадать из графика, из режима. Да, там 8 часов почистил зубов, 9 позавтракал и так далее. И вот такой регулярный менеджмент, как рецепт, прописывается для компании тоже. То есть в сложной ситуации, когда вокруг высокая турбулентность, нужно добиться регулярных событий внутри компании. Как метроном, чтобы они стучали там каждый понедельник кто-то, каждый вторник кто-то. Поверьте, это мало того, что привносит спокойствие в, собственно, функционерные компании, так это еще людям, вашим сотрудникам вселяют уверенность, избавляют их, не наиболее, от депрессии, да, каких-то вот непростых ситуаций. Дает им уверенность завтрашний день. Такие простые, вроде кажется, общечеловеческие советы, да, они позволяют настроить компанию на преодоление кризиса, и человека тоже настроить на то, что все будет хорошо, дать ему заряд оптимизма. Я, с вашего позволения, возвращаюсь тогда на презентацию и попробую за оставшееся время дать немножко советов, да, как можно, как можно настроить длительность компании, приспособить ее к текущей ситуации, приспособить ее к текущим бизнес-процессам, да, как перестроить свои бизнес-процессы в соответствии с окружающей нас реальностью. Так, первое, о чем хотел сказать вам, это про… Сейчас, секунду, что-то не листается. Сейчас, секунду, открою. Поговорить про управление деньгами. Если среди вас есть бухгалтера, уверен, что такие есть, или те, кто был бухгалтером, знают, что российский баланс, построенный по российским стандартам бухгалтерского учета, начинается с раздела «Основные средства», там, «Необоротные активы». Если посмотрим на баланс, построенный в международных стандартах, он начинается с самого ликвидного, с денег, и устроится по убыванию ликвидности. И в такой же последовательности, я считаю, должен быть и фокус финансового руководителя, там, финансового директора, главного бухгалтера, операционного директора, да, к своим активам. В текущей ситуации, да, важно взять под контроль движение денежных средств. Я надеюсь, что в ваших компаниях казначейство построено хорошо, но есть, поверьте, возможности, варианты его улучшить. Допустим, вот здесь я привел пример, видите, три отчетика, да, вот это заявка на расход, есть такой документ в типовой системе 1С. Так вот, из-за отсутствия времени не буду рассказывать вам детали, да, на курсе расскажу подробнее, как ее доработать, чтобы она расширила свой функционал. То есть была такая маленькая, а стала фиолетовенько большая. Я расскажу вам про документ, который называется «Сводное платежное распоряжение». Расскажу про ежедневный денежный отчет. Это вещи, которые позволяют мониторить, говорит, минуту в минуту состояние своих денежных средств. Приведу пример, да, вот приведу вам пример. Сейчас попробую перейти на демонстрацию. Так, у вас сейчас на экране должна быть таблица такого желтого цвета. Если нет, то кричите или пишите в чат. Что это такое таблица? Это вот есть такой документ «Сводное платежное распоряжение». Я привожу ее в упрощенный пример. Такого документа нет в типовой версии 1С, но, поверьте, его несложно смоделировать в вашей учетной системе, учетной или платежной системе. Что он позволяет? Вот пример. Это реальный пример производственной компании, которая закупает комплектующие. В данном примере перечислены 8 платежей, которые нужно сделать за предстоящую неделю. Какие есть интересные моменты? Видите, есть понятие сальдо расчетов. Извиняюсь. Сальдо расчетов. Что это такое? Что вы в момент платежа видите состояние расчета в своем контрагенте. И, соответственно, если вы видите, что у него есть договор, условие оплаты, отсрочка, и вы погашаете эту сумму, платеж можно пропускать. Но если вдруг, допустим, висит дебиторка, и вы платите еще сумму, то разъединенный вопрос, а чего же вы не погасили в прошлом, продолжайте платить опять. Вот поверьте, такой отчет он простой, как 3 копейки, но он позволяет не делать излишние авансы там, где это необходимо. То есть вы строго исполняете условия договоров. Есть еще вторая страница сходно-платежного распоряжения. Он такой довольно массивный документ, но понятный тем, кто к нему привык. Конечно, состояние расчетов по бюджетной статье. Что, допустим, вы смотрите, что по этой бюджетной статье остаток превышен, не превышен. То есть можно платить, нельзя. И вот это такой документ, который строится автоматически, одной кнопкой. И, в принципе, он мне, как финансовому директору, помогает принять решение о платежах. Я все вижу. Я вижу состояние расчетов. Так, платим здесь. Что еще важно? Посмотрите на середину этого отчета. Там написано «Заказ поставщику и дата поступления». Вот в этой производственной компании, в которой я являюсь одним из собственников, такая небольшая производственная компания находится в Санкт-Петербурге. Производится на технические аксессуары. Вновь в феврале этого года поставляла их в Прибалтику, в Литву, Эстонию, в торговые сети. Также их поставляют в российские торговые сети. Леруа Мерлен, Максидон, еще в Белоруссию и Казахстан на Эксперт. Когда, конечно, была поставка в Прибалтику, мы получали за продукцию в евро, были счастливы, когда евро росло. Сейчас, по понятным вам причинам, Прибалтика отказалась от российских товаров. Поэтому у нас валютная составляющая нашей выручки пропала. Так вот, в этой производственной компании заказы поставщику на покупку комплектующих могут делаться только из информационной системы и только с ее помощью. Никаких вводов Excel, только из системы. И заявка на расход денег может быть только на основании заказа поставщику. И это видно. Где статья о движении денежных средств, расходы и закупки серийные, видно, что есть заказ, есть дата заказа, есть дата поступления. То есть я вижу, что товар пришел, когда он пришел, я понимаю, что деньги можно платить. Это не фантастика, это документы, этот отчет легко формируется в вашей системе 1С. Если вы в такой форме или в другой, я отдаю более сложную форму на курсе, отдадите своим программистам, они вам за неделю точно сделают, а то и за день. Конечно, у вас должна быть правильно структурированная справочная информация, чтобы этот отчет работал хорошо. Об этом тоже будем говорить. Как построить так, чтобы он как в семечке, говорится, отскакивал от зубов, так и вот ваш отчет также отскакивал от информационной системы. В компаниях крупных, которых расходов много, у нас в Министерстве мира без частности, мы вот эти сводные платежные распоряжения режем, в кавычках, режем по бюджетным линиям. Бюджетная линия – это такая группа статей расходов, допустим, IT-инфраструктура. И там перечислены все поставщики, которые входят в этот контур. И у нас за изготовление таких документов и за оформление заявок на расход отвечает менеджер. Не бухгалтер, а менеджер. То есть мы своих менеджеров приучили к тому, чтобы делать в 1С-системе заявки на расход. Они знают, что такое бюджет, они планируют бюджет, они знают, что такое сходное платежное распоряжение. У нас менеджеры очень финансово эффективны. Но сейчас другие менеджеры не нужны в такой ситуации. Все должны научиться считать деньги. Менеджер, который может закрыть, решить задачи непонятно за какие деньги, сейчас не нужен. Сейчас нужен менеджер, который может решить задачу за вменяемые или понятные денежные средства. Соответственно, у нас вот такие менеджеры ответственные, что такое деньги знают, что такое планируют финансы знают. И они получают не только, конечно, право заявлять о расходах, но и определенные ответственные. То есть если в бюджет они не укладываются, они должны пояснить, в чем причина, из-за чего произошло перерасход. И здесь же, кстати, мы видим мостик в регулярной финансовом менеджменте. У нас в институте Мербис установлены определенные платежные дни. То есть мы не платим каждый день, все подряд. Нет, у нас, допустим, там расчеты, ну, приду пример, у нас есть операционные залы, мы об этом еще поговорим сегодня. Есть операционные залы, и они имеют свои особые дни для совещаний. Допустим, в понедельник в 13 часов, каждый понедельник в 13 часов по протоколу у нас проходит совещание первого операционного зала. Это операционный зал, занимающийся продажами. На этом совещании присутствует начальник отдела продаж, присутствует бухгалтер по взаиморасчету с покупателями, в нашем случае со студентами, присутствует замглавный бухгалтер, отвечающий за этот участок, присутствует специалист по автоматизации, менеджер, руководитель проекта, и я присутствую как финансовый директор. Ну, я и веду это совещание, обсуждаем самые разные опросы и выполнение плана продаж, и там какие-то вопросы, связанные с автоматизацией тоже, потому что это всех касается. И вот на таких совещаниях, если это совещание посвящено не выручке, как в данном случае, а каким-то расходам, допустим, совещание по инфраструктуре, тогда мы на этих же совещаниях рассматриваем эти сводные платежные распоряжения. То есть нам приносит возможность с голоса, винуя всякие сложные согласования через электронную систему документа оборота, задать вопрос, здесь же все понятно, что здесь спрашивать, все видно, это такая информационная панель, она может быть в электронном виде, или бумажном, как вы ее настроите. Здесь все понятно, как говорится, лишние вопросы ни к чему. Поэтому вот не надо длинных, не надо тратить время на длинное согласование, экономьте трудоемкость, экономьте трудозатраты, решайте все сходу. Принесли документы, спросили вопросы, которые вас интересуют, и отдали документы в расход. Чем такой подход хорош? Соответственно, принесли документы на оплату, на совещание, их с другими вопросами на совещание обсудили, завтра оплатили, все. Это вносит ритм в жизнь вашей компании. Я как финансовый директор, я каждый день не могу разрываться и уделять время всему. Я стараюсь свои даже рабочие время поделить на 5 дней в неделю. Допустим, есть у меня совещание в понедельник первого перзала, которое касается расчета с покупателем, нашей выручки. Я стараюсь в этот день и все вопросы, связанные с этим, решать. Конечно, бывают исключения, там пересечения, но я стараюсь. И если ко мне приходят в понедельник и говорят, слушай, давай обсудим, вот арендодатель просит скидку. Говорит, слушай, ждет до среды, до совещания? Ждет. Ну, давай на совещание обсудим. Это вот мой подход к регулярному финансовому. Потому что, чтобы вам быть лично эффективным руководителем, нужно избегать переключений, потому что эффективность теряется чаще на переключениях. Когда вы делаете одно, вас отвлекли, бросаете дело в другое. Нет, делайте, пожалуйста, максимально эффективную свою работу тоже. Не только ваших подчиненных, но и свою тоже. Ну, и вот, хотел сказать про платежный календарь. И сейчас скажу об этом. Вот, Катерина спрашивает вопрос, какой системы менеджеры заводят заявки. У нас вот в институте Мирбе стоит 1С комплексной автоматизации 2. Это такая вырезка из 1С ERP система. Там функционал, функционал хороший, удовлетворительный, так скажем. Мы его доработали. Мы доработали тем, что форму заявки расширили и добавили такие вот сводные платежные распоряжения. Это вот не типовый функционал, мы его добавили. Это такой упрощенный вид, он немножко более сложный. Ну, сейчас просто из-за нехватки времени уже не буду показывать, на курсе расскажу детали. Система ответный вопрос, система 1С комплексной автоматизации 2. Производственная компания, она еще работает, пока на 1С управление производственным предприятием, соответственно, там заявки заводятся вот в 1С управление производственным предприятием. Теперь идем дальше, идем к платежному календарю. Здесь пример платежного календаря, он такой довольно сложный. Здесь почему он сложный? Потому что несколько расчетных счетов. Видите, главный счет, налоговый, серийный бомб. Не буду останавливаться на деталях, но скажу, как говорится, мимоходом, я обычно открываю несколько расчетных счетов. И обычно, когда я прихожу в компанию, у бухгалтеров, это вызывает в первый день, вызывает какое-то недопонимание. Я извиняюсь, у вас сейчас на экране платежный календарь. Я правильно понимаю? Нету. Нажмите, пожалуйста, плюсик, если у вас платежный календарь на экране, я буду знать, что вы следите за мной в презентации. Ага, пока нет. Хорошо. Понял, сейчас туда. Ну, тогда придется вот так показывать его. Иду каждый раз возвращаться. Ой-ой-ой. Теперь появился платежный календарь. Отлично. Это пример. Пример как раз для производственной компании. Что такое платежный календарь? Это ваш взгляд вперед на несколько недель. Вот не все компании, конечно, могут позволить себе иметь взгляд по деньгам. Но большей части уверены, что может. Вот пример производственной компании, которая у вас сейчас на экране. Чем она характерна? Тем, что есть довольно длинные сроки отсрочек платежей. Допустим, когда мы поставляем Левра Мерли, у нас срочка 90 дней. Соответственно, в момент отгрузки можем 90 дней вперед спланировать свою выручку. У нас ближайшее плечо это 50 дней в Белоруссию. Есть у нас те, кто покупает за предоплату или день в день, но таких немного, да, уже больше половины это такая срочка. С другой стороны, наши платежи тоже на месяц-два вперед крупные могут быть расписаны. Допустим, мы платим за алюминий, платим предоплату за 60 дней. Часть суммы, да, конечно, мы эти деньги можем отразить в платежном календаре и увидеть ее вперед. Аренда. Если вы аренду заключили договор на 11-36 месяцев, можете на 11 месяцев вперед распланировать заявкой на расход все свои платежи и это пойдет в платежный календарь. То есть, вы можете планировать как доходы, так и, ну, как приходы, так и расходы. Соответственно, зачем это нужно? Затем, чтобы узнавать, когда вас ожидает кассовый разрыв. Если у вас такая есть история, чем раньше вы узнаете о кассовом разрыве, о том, что денег на счете будет не хватать, тем дешевле вы сможете его закрыть. Здесь есть разные варианты. Не буду сейчас искать, но я помню исследование какой-то банковской структуры, каким способом компании чаще всего затыкают такие дыры, покрывают кассовый разрыв. На первом месте кредиты, на втором овердрафты, на факторинг, на пятом, на шестом месте. Так вот, ну, я допустим, у нас компания производственная, она сама себя обеспечивается, ну, решение акционеров принципиально не пользует заемным капиталом, только акционерный капитал использует для оборотных средств. Вот, но, когда мы думали про расширение, мы рассматривали несколько вариантов финансирования и пришли к выводу, что факторинг является одним из самых оптимальным для нас. Конечно, не все компании под всех покупателей могут использовать факторинг, но вот в части, допустим, Леруа Мерлен и каких-то крупных наших покупателей, банки и факторинговые компании с удовольствием предоставляют услуги факторинговому обеспечению, и там есть много хитростей, как работать с факторингом, так, чтобы он стал даже выгоднее, чем просто кредитная линия или даже овердрафт. Это один из вариантов, да, это платное финансирование. Есть варианты, что вы можете обратиться к поставщику и спросить об отсрочке. У нас такой случай интересный есть, в этой производственной компании есть поставщик пластика, довольно крупная компания, но мы у ней не самый крупный клиент, там средний-мелкий, хотя там у нас закупки на миллион рублей. Вот, и у нас с ними отсрочка 14 дней, мы за него так долго воевали и просим сделать 30 дней. Понятно, что чем больше срока срочки для нашего поставщика, тем наш оборотный капитал меньше, нам нужно меньше денег на функционеры деятельности. Они категорически отказывают. Он говорит, нет, 14 дней, то мы сейчас переводим всех на предоплату, вам или исключение оставляем. Так что мы делаем? Мы, когда подходит срок платежа, пишем слезное письмо, вот у нас деньги есть, это была такая история у нас до февраля, но они в евро, прикладываем выписку с нашего счета в евро, а в рубли мало. Дайте нам, пожалуйста, срочку на 14 дней дополнительно, вот гарантийное письмо, мы, как придут деньги от рублевого покупателя, он тут же заплатит, и всегда это прокатывает. Не было случая, что нам отказали, по сути, мы имели отсрочку 28 или 30 дней, хотя в договоре было 14. Это вот один из примеров, да, как можно, то же самое относится к покупателям. Если это сетевой магазин, Лера Мерлен, его просить о досрочной оплате бесполезно, но если эта компания более, не такая крупная, да, не сетевая, вполне можете за обещание будущей скидки, если это вам экономически эффективно, просить, прислать предоплату или погасить отсрочку раньше. На западных, ну, в западных условиях есть стандартная практика, кто знает, там даже счета выставляются с двумя ценами. То есть там счет на оплату выставляется, допустим, при оплате, там, через 30 дней после отгрузки одна стоимость, при оплате, там, через 90 дней после отгрузки другая стоимость. Это нормальная практика, такой счет с двумя суммами. В принципе, жизнь заставляет учиться этому опыту западных наших партнеров, да, и переходить на что-то похожее, на что-то подобное. Ну, я считаю, что это вот важно. Давайте, есть еще вопрос, я на него отвечу. Нам какой горизонт планирования собираете платежный календарь? У нас горизонт планирования реально два месяца. То есть больше для нас прогнозировать тяжело, потому что большие платежи поставщикам мы не видим дальше, чем два месяца. То есть у нас в Алюминии два месяца большая предоплата, соответственно, зарплату можем написать вперед, по крайней мере, постоянную часть, да, но вот крупные платежи, мы просто компания, у нас там 60% или даже больше расходов это платежи за комплектующие. Поэтому для нас такой, ну, небольшой у нас платежный календарь, всего два месяца срок, потому что наши самые крупные платежи это за комплектующие, а мы дальше два месяца планировать не можем. Если компания услуговая, у нее может быть гораздо больше как это потолок, гораздо больше срок прогноза, потому что это, ну, вам не нужно закупать комплектующие, ваша аренда, ваша зарплата, она существенные расходы, вы их можете спланировать, там, хоть на полгода вперед. Второй вопрос, прогноз поступления заводит менеджер или собирается из системы. Прогноз поступления, есть специальный документ поступления, поступления денежных средств, он формируется на основании заказа буквально одной кнопкой. То есть, вы сделали заказ покупателя, вы поняли, я говорю, что у нас заказ, без заказа поставщику запрещено формировать запросы к поставщику только через систему, так и заказы покупателя. У нас все заказы покупателя должны проходить через систему. Соответственно, в момент формирования заказа покупателя или в момент формирования документов отгрузки, вы тут же на основании, есть такая функция 1С, когда она заполняет все поля практически за вас, вам только нужно поставить дату. То есть, вы сумму она поставят, контрагента поставят, она возьмет это из вашего заказа или из вашей отгрузки. И вы просто проставляете дату. Тогда система это подхватывает автоматически. О чем еще хочется сказать? О том, что если рассматривать управление финансами не только как финансовые технологии, но и как организационные технологии, то, конечно, есть организационные вопросы, которые рекомендуют вас решить. То есть, должен быть человек, обычно назначает, его называют казначением, который отвечает за все денежные остатки. За переводы внутри счетов, за соответствие платежей бюджету. У нас такой тоже человек есть в институте Мирбис. Он совмещает функцию казначей плюс бюджетный контролер. То есть, в ее обязанности входит и работа казначея, плюс она готовит планы. То есть, она готовит планы, бюджет и движение денежных средств тоже является ее обязанностью. Следующая вещь, которую хочется поделиться, это про кассу. У нас, когда мы пришли в институт Мирбис, работала касса, нас все убеждали, что невозможно отказать слушателю заплатить деньги наличными, он хочет в кассу. В итоге, мы, конечно, кассу закрыли. Те, кто очень хочет наличные, поставили терминал. но это источник трудоемкости. Касса требует столько под собой требований несет, еще с советских времен оставшихся, что проще закрыть, перевести все расчеты на специальные карты. Сейчас столько карт есть, даже специальные подотчетные карты банки открывают, поэтому не проблема закрыть кассу, она является источником трудоемкости. Ну и, конечно, вот про счетов. Про счета, да, это сейчас тоже нету, к сожалению, времени подробно остановиться. У нас несколько расчетных счетов. У нас вот есть три продающих подразделения в институте Мирбис. Это школа бизнеса с программой MBA, департамент высшего образования и департамент крышкоосложных программ. У каждого свой расчетный счет приходный. То есть каждый принимает деньги на свой расчетный счет. Это об этом мы не успеем говорить сегодня еще. Это часть хозрасчетности в хорошем смысле слова, несмотря на такой вроде советский термин хозрасчет, у нас все подразделения находятся на внутреннем хозрасчете. Вот открытие каждому из них отдельного расчетного счета является попыткой, способом привить финансовое мышление руководителям подразделений. То есть у нас руководители подразделений мыслят терминами почти как финансовый директор. У них почти столько же компетенции и квалификации. То есть они в состоянии управлять финансами своего подразделения. Так. Но если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. я сейчас на экране должно быть про бюджетирование слайд. Это так? Скажите, пожалуйста. А нет, пропала демонстрация. Сейчас, наверное, про бюджетирование должен быть. Спасибо. Управление деньгами казначейства. Это, конечно, важно, но это такой ближний свет вашего автомобиля. бюджетирование или бизнес-планирование дальний свет, который позволяет компании ехать довольно быстро. Насколько это возможно, на скользкой дороге. Длинный разговор, длинная тема про бюджетирование. Многие сейчас считают вообще, что от бюджетов нужно отказаться. потому что они неактуальны, они быстро устаревают, жизнь меняется гораздо быстрее. Но тот, кто рассматривает бюджетирование как не только финансовую управленческую технологию, они остаются приверженцами этой методологии. И как построить бюджетирование как именно управленческую систему, как еще называют бюджетирование как техника делегирования, как как способ организации делегирования полномочий и ответственности вашим сотрудникам, вашим менеджерам. Вот об этом подробно говорим на курсе. Сейчас я пройдусь только по нескольким этапам. Вот есть четыре главных шага, что нужно разработать структуру финансовую, то есть составить вместе с вашими менеджерами статьей бюджета. И здесь, конечно, если компания ваша холдинговая, то часто именно со стороны холдингов приходит уже готовая структура бюджета, в которую нужно вписаться. Но мы тоже рассказываем, как сделать так, чтобы иметь возможность уточнять бюджетные статьи, если она нужна более глубокая аналитика. еще по финансовую структуру имеется в виду в том числе и так называемый ЦФО. Хоть слово не нравится, но воспользуюсь, центр финансовой ответственности разработать. Это тоже непростая задача, и по-разному их можно структурировать. У нас в институте Мирбис они разбиты по продающим подразделениям. У нас подразделения не центры дохода, а центры прибыли. Я дальше покажу, как они считают свой финансовый результат. Каждое подразделение имеет свой финансовый результат. Юрий пишет, мне нравится подход, бюджет на следующий квартал плюс прогноз на три квартала. Да, мы тоже делаем такое скользящее бюджетирование на четыре квартала. То есть, мы каждый квартал имеем взгляд на следующие четыре квартала. Вот такой у нас скользящий бюджет, и это правильно. Те, у кого меньше бюджетирование, соответственно, они имеют ежемесячно 12 месяцев. То есть, они, по идее, пересматривают 11 месяцев и добавляют 12. Согласен, что это важная вставляющая, так должно работать. Только про один шаг поговорим. про такую таблицу, которая у вас на экране. Таблица про назначение. Давайте отвечу на вопрос. Нужно унифицировать, закреплять одинаковые статьи, а то в холдинге кто, что гораздо будет. А вызывать статьи, отрожать в холдинге, я отдельно рассказываю на курсе, но что хочу сказать, что там статьи бюджета, кстати, они у вас на экране сейчас, это статьи бюджета, вырезка из них, да, компании, как раз их внутренних целей, мы называем это не статьи расхода, а строки расходов, я внизу поясню, что это такое, да, они имеют право расшифровывать так, как им удобно, но это не консолидируется в общий бюджет группы, то есть общий бюджет группы на таком уровне, но это не значит, что если нам нужно более глубокое деление, вы не можете его у себя применить. В этом и преимущество такого, гибридного подхода, да, с одной стороны есть определенная жесткость, с другой стороны вы даете возможность людям иметь необходимую аналитику, если такое возможности не дадите, они будут в Excel вести какие-то дурацкие таблицы, дайте им возможность официально, законно вести такую информацию в вашей информационной системе. Что у вас на экране? У вас на экране сейчас список бюджетных линий, и для каждой из них видите, есть монеты-распорядителей бюджетной линии, то есть каждой бюджетной линии, бюджетная линия это группа статей, группа статей бюджета, к каждой из них привязан определенный менеджер, то есть есть, допустим, вот возьмем первую колонку пирогов, это коммерческий директор, и к нему прикреплена вся структура трехтысячной группы логистики коммерческого расхода, он отвечает за все эти расходы, а что интересно, справа еще видите бухгалтер, пастухов, у нас бухгалтера, они тоже закреплены за бюджетными линиями, вот почему, вот когда и почему бюджет становится, я бы сказал, с позвоночником, с вашей скелетом, вашей информационной системы, вашей системы управления, когда вы все, насколько можно привязываясь к бюджетным линиям, у нас бухгалтера, как часто выглядит структура бухгалтерской службы, бухгалтеров назначают отвечать за бухгалтерские счета, ты отвечаешь за материалы, то есть за десятый счет, ты за расчетцы, за 60-й счет, ты за 51-й счет, нет, у нас бухгалтер, допустим, в данном случае пастухов, отвечает и за десятый, за 60-й, за 51-й счет, в части, касающейся логистики коммерческих расходов, почему это, мы позже поговорим, когда будем говорить про операционный зал, у нас бухгалтера, они, скотчем примотаны к распорядителю, у нас единая структура, они все дышат одним воздухом, но и слева несколько расчетных счетов, и видите, отдельный счет второй, выделен под группу логистических коммерческих расходов, то есть это менеджер пирогов, у него есть бухгалтер пастухов, и у них есть свой отдельный расчетный счет, вот такая вот внутренняя деление, и в данном случае, видите, бюджет становится таким ядром, таким стержнем, на который нанизываются остальные управленческие технологии. Теперь хочется поговорить, сказать несколько слов про скользящие планирование, кстати, вот здесь приводится пример, здесь приводится пример бюджета, вот, кстати, это реальная структура бюджета, реальная таблица, здесь видно, что там за 17-й год, квартал, 18-й, 3-й квартал, вот синим цветом цифры плана, и рядом приводятся цифры фактов, чтобы можно было оценить, но сравнить их с планом, у нас даже сейчас наш ректор всегда требует планы факт вместе, он не рассматривает отдельный план, отдельный факт, не дайте пожалуйста факт предыдущего периода и план следующего одновременно, здесь такой же подход, вам система подсказывает, какие были факты расходов предыдущих периодов, и показывает ваши планы на следующие 4 квартала, а вот внизу интересно, как успею расскажу, может вы лучше меня знаете, что такое зеробо избажить их, возвращаясь к подходу, есть, помните, говорили, что на примере эти расходов, можно эти расходы планировать как расходы на прошлого года, плюс какая-то инфляция, это один подход, второй подход, который сейчас становится максимально актуальным, когда большая волатильность, когда все меняется ежедневно, вы строите свой бизнес заново, неважно, какие были расходы найти в прошлом году, но в данном случае приводится простой пример, видите, констоваров, то есть, вот как строится расчет, есть, допустим, строка констоваров, расходный материал, а дальше есть статья бюджета, констовар, есть строки бюджета, это то, что ее расшифровывают, у нас вот три расшифровки, там видно, 59-ая запись, 60-ая 61-ая, то есть, одной строки констовара, второй стороны прочие материалы, третья там какие-то картриджи, и под все есть какой-никакой расчет, то есть, мы считаем заново, что у нас 100 человек в компании, примерно мы посчитали, что 450 рублей нужно в месяц на человека, на констовары, вот 40, или там квартал, соответственно, вот 45 тысяч рублей в квартал мы закладываем на констовары. Про картриджи мы все прошли, заставили свой систему администратора составить реестр всех наших печатающих устройств, понять, кому какой картридж нужен, сколько стоит, и запланирует эту сумму. Вот это подход зеро-бэйс-бартик. Может быть, вы скажете, констовары слишком мелкий расход, чтобы таким подходом пользоваться, да, это слишком трудоемко, но если опять упряжем, как пример, он может таким же подходом пользоваться для расчета коммерческих расходов, для расчета там таможенных платежей, да, каких-то экспортных расходов. То есть, это вот, ну, это простым языком, в двух словах, как выглядит технология зеро-бэйс-бартик. Говорит о том, что зеро-бэйс-бартик это значит, что вы не с нулевой базой, то есть, у вас ничего нет, вы как бы с нуля строите свой бизнес. И так, по сути, вы каждый год поступаете, да, что вот, и тем более сейчас, тем более в 22-м году, вы должны, ну, моя рекомендация так поступить, если у вас был годовой бюджет, то его пересмотреть именно из позиции вот этой зеро-бэйс-бартик, сделать так, что заново пересчитать бюджет. Тем более, сейчас у вас выросли цены. И вот еще, кстати, зачем эта технология может быть полезна. Чем она полезна? Она полезна тем, что когда вы в конце года строите планфактный отчет, как выглядел ваш отчет планфактный, если вы планировали от достигнутого, то есть 7 миллионов было IT-расходы, вы поставили 8, а в конце года сказал, что у вас 12 миллионов расход на IT. И как вы объясните, почему возникла разница по плану 8, по факту 12? Непонятно. А если вы это расход, допустим, вы знаете, что у вас те же 8 миллионов или 2 миллиона сложились там, потому что вы должны были купить 15 компьютеров по 30 тысяч рублей, а перерасход, потому что купили не 15, а 115, потому что отклили новый проект. Понятно? Понятно. То есть вы, когда подкладываете расчеты под свои бюджетные цифры, вы таким образом можете нормально строить планфакт. Я приведу пример. Это не такая простая история добиться этого от ваших менеджеров, но это сейчас крайне важно. У нас сейчас идет, но не борьба, в хорошем смысле слово сотрудничество с нашим руководителем школы бизнеса. То есть мы обсуждаем рекламные расходы. То есть он заложен на рекламный расход, одно условно буду говорить 280 миллионов. Что так много? В прошлом году было 120. Ну хорошо, 200. Слушай, вопрос не в том, чтобы сократить, а в том, что он должен обосновать. Что там 280 миллионов, потому что я там планирую, столько это продаж, такая-то конверсия, мне нужно столько-то лидов, столько стоит один лид, вот такая-то сумма рекламный это понятно-понятно. Вот чего я добиваюсь от своих менеджеров, что люди должны научиться мыслить финансами. Люди, которые занимаются, я даже так хочу сказать, простите меня за такую прямоту, что менеджеры, которые не умеют финансово мыслить, компании сейчас слишком дорого стоят. Потому что если они мыслят о нефинансово, либо этот участок вообще проседает, и компания там терпит большие расходы, либо кто-то вместо него, бухгалтер финансовый сидит по ночам, эти расчеты заставляют. То есть нужно заставлять плохое слово учить своих руководителей, своих финансовых, своих менеджеров, не финансовых, а учить их финансово, учить тому, чтобы они умели, знали язык финансово. У нас, допустим, у всех принадлительных руководителей отправили учиться на MBA. То есть хочешь, не хочешь, иди учись финансово на MBA, будешь знать, что такое финансовое планирование, тебе расскажут. Это даже в такой ситуации, тем более, я так хочу сказать, тем более, в такой сложной ситуации, как сейчас, экономить денег на обучение, это неправильно, это ваши инвестиции. То есть вы рубль потратите, 10, это даст вам эффект. Мы своих менеджеров даже сейчас направляем на учебу, чтобы они понимали, что от них хотят финансовым планом. Это вот такой спич про спич, про взрывы с баджетинг и вообще про бюджетирование. Еще хотел одной вещью поделиться, что становится сейчас актуальным. И я упоминал такое слово внутренний хозрасчет. Хочу немножко подробнее об этом сказать. У вас сейчас на экране должен быть слайд, называется «Консолидированный план доходов и расходов». Если нет, кричите громко. Спасибо. Вижу, что есть. Это пример для нашего института построения. Он такой очень огрубленный, упрощенный пример, чтобы нам не расползаться мыслью по древу, да, все же это концентрировано и быстро продвигаться. Вот пример, как мы строим свой бюджет и план доходов и расходов. То есть есть консолидированный, там целевой капитал это отдельная история у нас, потому что есть в собственности здание, да, и мы рассматриваем ее вот как целевой капитал, как взнос именно на поддержание оперативной деятельности. Есть ЦФО, вот 4 ЦФО, и вот в каком разрезе мы видим, мы ведем их учет. Каждое ЦФО это продающее подразделение, тогда их было 4, у нас еще была первая Академия Медиа, то есть школа бизнеса первая, второе, высшее образование, третье это краткосрочные курсы, в том числе языковые, это у нас распространение, четвертое это вот была еще Академия Медиа. Соответственно, мы считаем, видите, прибыль-убыток по каждому центру финансовой ответственности. То есть, мы считаем не только выручку, мы считаем еще их расходы, более того. Ну, здесь, конечно, если вы видите строки расходов, это такие, относящиеся, конечно, к образовательной организации. мне уверен, что вы для себя можете выбрать похожие такие же, похожие такие же аналогичные расходы для вашей компании. Там первая строчка рекламы, вторая флот ЭПС это вознаграждение наших преподавателей. Оно у нас почасовое, зависит от прочитанных часов, это как бы такая издельная оплата труда. Дальше интересная строка аренда аудитории. У нас все помещения находятся в собственности. В собственности вот то, что мы называем целевого капитала. Но этот целевой капитал в кавычках сдает в аренду помещения вот этим образовательным центром финансовой ответственности. То есть мы считаем их прибыльность так, как будто бы они были отдельной организацией, как будто они вынуждены арендовать площади. Дальше видите аренда собственных помещений. То есть площади, в которой они проводят занятия аудитории, так и площади, в которой они сидят. Вот аренда собственных помещений. Дальше, самые внизу две интересные строки – фотоаллоцированных сотрудников и аренда аллоцированных помещений. Это мы на них распределяем зарплату даже бухгалтеров. Словом говоря, моя зарплата, она тоже лежит в какой-то пропорции между этими центрами финансовой ответственности. Но мы распределяем не пропорциональные выручки, не дай бог. У нас было несколько подходов. Первый подход, когда мы ежеквартально или ежеполугодно делали опросы таких людей, которых распределяем, сколько они примерно в процентах тратят время на какое подразделение. Сейчас мы считаем по-другому, исходя из весов. У нас относительно просто считается. У каждого подразделения есть слушатели, студенты. Просто есть веса, допустим. Условно говоря, один слушатель MBA весит как два бакалавра. По таким весам мы распределяем, зависит от количества слушателей в каждом подразделении, распределяем эти аллоцированные расходы. Вопрос. Сейчас я зачитаю. Аренда аудитории рассчитывается от амортизации налога на имущество в коммунальной платежи в профессиональной площади? Хороший вопрос. Расскажу. Когда мы говорим про аудитории, у нас есть такая условная ставка 1000 рублей в час. Мы знаем, сколько занятий прошло. Соответственно, за каждый академический час берем 1000 рублей. Если мы говорим про собственные помещения, то мы считаем по условной ставке. Допустим, у нас ставка аренды, по которой мы сдаем помещение в аренду. Ну, предположим, там 17 чего-то. Вот мы своим собственным подразделением сдаем со скидки по 13. Вот так мы считаем. Коммунальные расходы у нас не учтены в аренде, потому что их тяжело выделить отдельно. То есть, если у нас большие площади, там коммунальные идут сверху, да, вот такие площади, как, ну, комнатные, там коммунальные расходы сидят. И там это привязано к коммерческой ставке, не к амортизации, а привязано к коммерческой ставке. То есть, если коммерческая ставка 17, там чего-то за квадратный метр, да, то, соответственно, ставка, по которой мы сейчас даем своим подразделениям, 13. Такая щадящая, так можно сказать. Но все равно, для них это как бы платно. Соответственно, внизу считаются эти прибыли убыток каждого подразделения. И это честно, у нас так раз есть дотационные подразделения. Но это решение учредителей, акционеров, да, иметь такое подразделение. Мы же не коммерческая организация, мы можем себе позволить иметь дотационные проекты. Потому что мы считаем, что у нас с одним проектом прибыльный, другой дотационный, мы вот одним проектом датируем другой. Это такая, я бы сказал, может быть, жизнь и судьба у некоммерческой организации. Потому что извлечение прибыли не является нашей целью. Если компания коммерческая, она должна задуматься 30 раз над наличием таких вот подразделений, которые при полном ходорасчете показывают отрицательный финансовый результат. То есть я к чему говорю, да, что в таких непростых условиях мы считаем экономическую эффективность каждого подразделения отдельно. То есть мы вот считаем полную, не просто выручка там, не знаю, минус себестоимость. Допустим, если мы говорим про производственные компании, нет. Мы туда же добавляем все расходы аренду, если мы несем, да, или даже со собственностью находится здание. Вот таким образом мы получаем полную стоимость подразделения и видим у него финансовый результат, прибыль и любый. Ну вот, наверное, мне хотелось рассказать еще про управление взаиморасчетами, да. Но времени уже остается не так много. Мне хотелось еще рассказать про трансформацию финансовой структуры. Просто оставлю здесь как слайд, да, и вот просто скажу, что мы на примере вот производственной компании сейчас, да, обязательно отслеживаем, конечно, все временность погашения платежей. У нас есть специальные отчеты, система сама красным цветом выделяет просрочки. Мы смотрим, связываемся с контрагентом, да, понимаем. Ну, если просрочка техническая, один вопрос, да, если это какие-то сложности с оплатой, мы тут же связываемся и выясняем. То есть нельзя затягивать, нужно слить день в день. Ну и у нас есть такая понятие, как кредитный комитет, да, это механизм снижения рисков. То есть у нас есть специальный лимит, допустим, ну, 6 миллионов рублей, предположим, да, мы его выделяем на отсрочку разным контрагентам по заявке менеджера. То есть менеджер пишет заявку в кредитный комитет. Это способ, ну, как это, снижение риска, да, то есть в кредитном комитете входит коммерческий директор, финансовый директор и, ну, главный бухгалтер, если не нужны им. Вот кредитный комитет принимает решение выделять, не выделять деньги, кредитный лимит определенной компании. Есть специальные расчеты и следится за остатком. То есть мы готовы отдать, там, 6, там, за 600 миллионов на отсрочке. Мы каждый раз следим, почему это важно. Потому что для этой простой компании мы, акционеры, не приветствуют, я как собственник, ну, один из собственников, в том числе, мы не приветствуем по разным причинам пользу заемным средствам. Да, поэтому у нас не бездонная бочка, наш оборот по капиталам. Понимаю, что большая сумма мы не можем выделить на отсрочке покупателя. То же самое относится к предоплатным поставщикам, да, то есть там, где возникает дебиторская задолженность. Правильно, дебиторская или кредиторская? То есть там, где возникает задолженность, мы за этим следим внимательно и аккуратно. Ну, давайте подробнее тогда в этом поговорим на курсе про управление расчетами. И, конечно, уже не остается времени, но хочется поговорить про управление оборотным капиталом, тогда тоже отложим это до курса, поговорим с 30-го числа. То есть вот подробно поговорим, потому что оборотный капитал – это не только деньги за расчет, еще и запасы. Вот мы с вами будем разговаривать, как управить запасами оборотного капитала в целом. Я покажу уникальность случаев расчета по формуле Вильсена, да, как считать оптимальную партию заказов. Об этом мы тоже с вами поговорим. Как построить отчеты так, чтобы из системы одной кнопкой получалась структура вашего оборотного фонда? У нас вот, допустим, в компании «Таврида Электрик» по пятницам каждую неделю слез такой отчет справа, видно, вот текущий оборотный фон. Там миллионных рублей составлен. Видно еще он состоит, видно, как меняется, есть норматив. Вот что интересно. У нас же планфактный метод управления, естественно, есть норматив оборотного фонда. Мы сравним. То есть норматив 172 у нас, по-моему, здесь 165. Соответственно, меньше, чем нужно. Отлично. Значит, либо мы получили предоплату от покупателя, либо поставщику большую срочку выбили. Ну, молодцы. Это вот буквально в двух словах, знаете, как это пробежаться по оборотному капиталу, но на курсе мы этому уделяем большое внимание и рассказываем подробнее. Очень подробно здесь мы расскажем. Сейчас хотел... Так, ну, в общем, мы... Сиди на секунду. А? Полчаса. Не-не-не-не, вы сидите, я просто уточняю для себя. Так, мы с вами продолжаем. Это я уже, видите, с работы охрана ходит. Регламент в 8 часов положено обходить помещение. Это она обходит регулярно, мы с вами продолжаем. И давайте поговорим немного про то, как можно изменить структуру компании, чтобы больше соответствовать текущим моментам. И приду вам пример, как нам удалось эту структуру сделать, трансформацию финансовой структуры в компании Tavrida Electric. Там, видите, компания с непростой судьбой, потому что она начинала свой бизнес в одних условиях, да, потом в 2014 году произошли определенные изменения, пришлось перестраивать и срочно наносить там свои подразделения в Россию. И вот, то есть, она раньше других почувствовала как-то веяние, вот, веяние кризиса и сумела перестроиться, да, и подстроить свою финансовую структуру по модному слову JAL. Она действительно, действительно, эта технология она использовала при построении финансовой структуры. В чем, что такое JAL? Это, вообще-то, способ создания, способ создания IT-продуктов вне классической проектной методологии. То есть, классическая проектная методология, когда мы называем водопадной, это JAL, да, она отличается несколькими принципами. Вот первый принцип из них – люди и взаимодействие между ними важнее процессов и институтов. И именно этот принцип был положен в создание структуры по-новому. Что значит по-новому? Вот классическая структура традиционного менеджмента. Такая иерархия, вертикальная иерархическая система, которая, вот, позволяет, с одной стороны, разбить строго по функциям, построить организационную структуру, да, но, с другой стороны, в этом есть минусы, потому что, когда мы рисуем бизнес-процесс, они очень часто пересекаются. И одной функции в другую. И вот, так называемый, JAL-менеджмент, да, он позволяет построить такие более адаптивные структуры. Чем они отличаются? Если мы с вами, как математики, посмотрим на структуру традиционного менеджмента, то можно назвать иерархию связями отношению 1 к М, 1 ко многим, да. То есть, есть один начальник, у него там М подчиненных. То есть, JAL-структура, она М к Н. То есть, М начальников, М подчиненных. То есть, она такая, ну, перемешанная, многие ко многим. Хотите даже, так вам скажу, это, можно такой еще пример плести. Вот обычные компьютеры, это традиционный менеджмент. Как вы знаете, обычные компьютеры работают только по принципу сложения 0 единиц, да. А вот справа, это квантовый компьютер, который более такой многообразный. Это такой еще пример. И вот компания Тавридоэлектрик, ну, я не скажу, что именно благодаря перестройке структуры, но это сыграло роль в том числе, для этого довольно успешной компании. Там лариата многих наград. Кто интересен, может зайти на сайт, почитать про них. Вот довелось, он сказал с радостью, проработав в этой компании. Вот еще раз хочу показать, да, вот эта элитархическая структура, как она выглядит. То есть, есть вот отделы, допустим, в простой компании их может быть три. Главных отдела по цепочке добавленной стоимости отдела снабжения, отдела производства, отдела продаж. У каждого из них начальник и менеджер. Есть там финансовая служба, в которой, предположим, три подразделения. Бухгалтерия, экономические отделы, казначейство. И, соответственно, если вам нужно отправить документы на оплату, он имеет определенное путешествие. Я знаю компании, довольно продвинутые, телеком-компании, в которых такое путешествие занимает 28 дней. Хотите сделать оплату, пожалуйста, 28 дней ждите пока. А там электронный документ, оборот, конечно. Ну, как же без этого? Ну, это 28 дней. Так вот, есть решение, есть решение такой проблемы, делать, видите, так называемые операционные залы. То есть, в один операционный зал физически у нас включаются менеджеры из разных подразделений, а также бухгалтер, экономист, специалисты. У нас есть совмещение, не обязательно, что должны быть три физически штатных единиц. У нас, допустим, один бухгалтер, он совмещает свои функции экономиста, еще и специалист казначейства. Это вопрос, ну, как бы, функционала, а не штатных единиц. Чем такие операционные залы хороши? У нас, ну, это позволяет решать свой вопрос оперативно. Более того, это одна команда. Это одна команда, и люди, весь операционный зал, допустим, не ходят, пока не введен последний документ сзади. Да, то есть, вот, все сидят, ждут, пока бухгалтер вводит документы. Это приводит к удивительным результатам, взаимозаменяемости. Все хотят учиться домой раньше, поэтому, поверьте, что в такой команде, это вот agile команда. Сейчас передо, забыл, рюкзак. Agile – это не идеальный способ управления, но здесь он очень подошел и подходит в таких ситуациях. Это позволяет снизить трудоемкость, поверьте. И мы такой подход применяем в институте Мирбис. Более того, хочу сказать, что если у вас нет возможности перестроить физические структуры, да, по разным причинам, то есть, и посадить людей в один операционный зал, то делайте хотя бы виртуальную оперзалу, допустим, на совещаниях. Вот у нас, считайте, вот здесь, как я говорю, в понедельник в 13 часов, да, совещание первого оперзала виртуального. Да, мы сидим в разных помещениях у нас, своим причинам. Я сижу в одном помещении, там менеджер по официальной в другом, но хотя бы у нас бухгалтер с отделом продаж сидит вместе. Это, кстати, вот тоже, как видите, преимущество операционного зала. Мы собираемся раз в неделю на такой виртуальный оперзал в время совещания и его создаем. Это важно, чтобы межфункциональные структуры работали, чтобы такое было общение между сотрудниками разных служб. Здесь уже, ну, не буду вдаваться в детали, да, с вашего позволения. Здесь хочется перейти к следующему слайду. Ну, вот микрофон включен, друзья, посмотрите, пожалуйста, внимательно, вы можете его выключить. Спасибо. Осталось немного слайдов, да, о чем еще хотел бы сказать. Ну, вот немножко поговорить про курс, да, кого заинтересовало. Хочу сказать, что курс стартует 30 марта, и это не запись, это наше с вами живое общение. Почему живое? Потому что так меняются быстро условия, да, наши экономические, что заранее записать невозможно. Да, есть канва, по которому мы с вами пойдем, и часть из них я вам показал на сегодняшней нашей встрече, да, но многие вещи мы с вами будем открывать на курсе, обсуждать вместе. Это первое, да. Второе, у вас будет, поверьте, очень много, десятки разнообразных Excel, Word, PDF файлов, которые сможете использовать для перестройки, для изменения, для трансформации вашей системы управления. Более того, у каждого из вас будет индивидуальная консультация со мной, да, и с помощью этой консультации мы можем с вами составить даже дорожную карту вашего процесса, систему управления, да, как вы хотите изменить, как вы хотите трансформировать, мы с вами вместе поговорим, если вам это нужно, да. Либо вы можете использовать, допустим, у вас вопрос по автоматизации, вы находитесь в сложной ситуации, там, автоматизации начали, но не закончили, если что делать дальше, непонятно, welcome, как говорится, мы с вами это обсудим. У каждого из вас такая возможность будет. Более того, я никогда не бросаю своих слушателей, со многими из них мы вот сейчас до сих пор общаемся. Если вам понадобится, можно обсудить отдельный проект, да, это уже будет договор с вашей компанией по помощь вам в трансформации управления финансами. Делать так, чтобы ваши бизнес-процессы в компании перестроились под текущие экономические условия. Потому что, ну, такой есть запрос, знаете, говорят, ну, ты что-то красиво говоришь, но придите, пересделаем. Вот такой шанс теперь есть. Пожалуйста, я готов присоединиться вместе с вами, помочь структурировать, помочь настроить вашу компанию. О чем еще хотел сказать, да, что, ну, тоже несколько, как мне кажется, важных вещей. Меня спрашивают, ну, сейчас же, знаете, модно говорить про окупаемость, да, и это особенно ярко и громко звучит именно сейчас, когда непростая ситуация и с деньгами тоже, да, и с расходами, и нужно считать, ну, многие компании считают каждый рубль, это правда. И мы не исключение, да, мы прежде чем, ну, я на курсе покажу, допустим, нашу дорожную карту наших цифровых расходов, и мы сегодня обсуждали, как раз буквально сегодня с ректором, что какие расходы мы готовы продолжать, какие мы готовы перенести на 23-й год. То есть мы, вот это я хочу сказать, я в такой ситуации, в сложных экономических условиях не впадаю в панику. Это, ну, бесполезная, да, история, нужно понимать, нужно иметь какой-то антикризисный план. Вот я его сейчас готовлю по поручению ректора. Даже сейчас, вы будете смеяться, в таких условиях, в какие мы живем, я готовлю пятилетний план, ну, с 22 до 34-летний пока, да, четырехлетний план развития института и главный его составляющий в школу бизнеса. Вот я сейчас его готовлю. Да, условия сложные, никто не может сказать, что будет завтра, что будет послезавтра, какие санкции к нам будут, вообще, к чему все это идет. Но это не повод, знаете, как раньше говорили в советское время, в общественном транспорте, отсутствие мелкоразменной монеты является основанием безбилетного проезда. Так же и здесь. То есть, если вы что-то не знаете, это, к сожалению, так просто. Я общаюсь с отделом продаж, они закатывают глаза. Говорю, давайте посчитаем, вот у нас были планы продаж, давайте посчитаем, как они трансформируются и трансформируются ли вообще. Поедут ли цены, поедет ли плановый набор обучающихся. И вот мне закатанные глаза, они интересны. Мне, как финансисту, нужны конкретные цифры. Вот, ну, я не буду раскрывать коммерческие тайны, у меня есть... То есть, я понимаю в процентах, как мы проживем 22-й год, 23-й, 24-й, 25-й. Ну, кому интересно, я там поделюсь теми, да. Это... Но я, опять же, я не главный экономистом Российской Федерации. То есть, я не знаю и не Ванга, чтобы строить прогнозы. Но это не повод, все равно у меня есть свой личный прогноз. И, в принципе, те, с кем я общаюсь в нашем институте, в окружении, они поддерживают мое видение экономической ситуации на ближайшие 4-5 лет. Хотя это, опять же, повторюсь, может оказаться все не так, пойти перпендикулярно, но это не повод не строить прогнозы. Так вот, я начал свой разговор с того, что сейчас все считают каждую рубль и считают эффективность. То есть, когда, допустим, меня ректор спрашивает, вот там, хотите поставить такую-то сумму на такой-то проект из меню цифровой трансформации. Расскажите, пожалуйста, какой эффект он принесет. Я это рассказываю. Мне это не обидно, я рассказываю, что изменится. То есть, не всегда это денежный эквивалент. Иногда это бывает снижение рисков, либо это может быть повышение прозрачности. Так вот, я хотел вам в такой же парадигме рассказать про курс, да, почему я считаю, что вот затраты на обучение, на курсе, они должны окупиться. Во-первых, после окончания курса вы сможете настроить эффективный процесс управления деньгами и оборотным капиталом. Это поможет, должно помочь вашей компании снизить расходы на обслуживание кредита. То есть, это попытка достать деньги из вашего оборотного капитала, ваших запасов, из вашей дебюторки. Во-вторых, я уверен, что вы существенной экономии сможете добиться на процессах автоматизации. То есть, если вы находитесь сейчас в процессе автоматизации, то вот это ваш путь, ваш шанс трансформировать его, чтобы изменить, чтобы сократить бюджет. То есть, не отказаться вообще, да, отброситься в процессы. Как говорится, по одежке протянуть ножки. Есть такая тоже поговорка, да, у нас сегодня в свой день послойцы поговорок. Вот это очень хорошо относится к варианту автоматизации. По одежке протянуть ножки. То есть, автоматизировать так, насколько хватает денег. И если мы сможем с вами перестроить структуру компании, сделать взаимозаменяемость сотрудников, расширить зону их ответственности, это позволит сократить расходы на персонал. Это не значит, что вы должны будете уволить тех людей, которые окажутся лишними. Это значит, что вы сможете, ну, это ваше будет решение уже. То есть, вы будете видеть, что у вас трудозатраты сократились, и ваш текущий штат, он превышает вашу потребность. Вы можете, соответственно, дать им другие задачи, расширить их, как бы, зону, да, зону, рабочую зону. Но либо те, кто не сможет с этим смириться или согласиться на это, ну, тот, значит, вынужден будет уволиться. Опять же, применяя вот методику бюджетирования, да, это Zero Base Budgeting в том числе, не только это, но в том числе это, вы сможете, я уверен, сократить свой административный офис на расходе. Я не могу посчитать цифровой эффект, не могу доложить вам четко, да, для каждой компании он разный. Но кого заинтересует, ради кого такое упражнение заинтересует, то можете обратиться ко мне. Сейчас я еще раз покажу свой электронный адрес, да, я хочу оценить, сколько мне денег сэкономит участие в вашем курсе. Ну, как говорится, добро пожаловать, пишите Смирнов, собака, digital, safe.ru, вместе с вами посчитаем. Но я считаю, что это будет окупаемость в десятки раз, поверьте мне. То есть это, ну, и отзыв слушателей. Такого курса еще не было, прям точно такого же. Был курс похожий, там, цифровая трансформация, да, для финансового директора. Был курс похожий управление оборудованным капиталом. Это вот такое, ну, новое, так сказать, новое направление, да, конечно, основываясь на, частично на тех идеях, которые были раньше, потому что, я говорю, компании, они раньше показывались в кризисе ситуации, в которых я работал, но это в том числе и реакция на текущие вызовы, да. Пока я не встречал, честно говоря, адекватного курса, который бы мог рассказать за разумные деньги, за разумное время, как вот финансовому директору научиться, ну, финансовому директору, генеральному директору, главному бухгалтеру научиться ездить на скользкой дороге, да. То есть вы, как я говорил, какие-то решения инстинктивно приняли, руль повернули, но дальше-то ехать не надо учиться, да, нельзя постоянно дергать рулем из стороны в сторону, лежать на педальтору. То есть нужно учиться ехать, и вот я надеюсь, что этот курс поможет вам, ну, боюсь, что в затянувшихся сложных экономических условиях выжить, выставить и даже развиваться, как лично вы, так и ваша компания. Очень на это надеюсь. Друзья, если в какие даты и время будет проходить курс, Алексей спрашивает. Курс, это будет три недели, по два таких больших, ну, три недели. Сегодня среда и суббота обычно, среда 19 часов, суббота 11 часов, вот мы с вами шесть раз будем встречаться. Плюс, опять же, мы с вами договоримся, у вас будет персональная сессия со мной, но удобное вам и мне время, мы договоримся и, соответственно, эту сессию проведем. Многие, кстати, используют это время не на работу по своей компании, а на решении своих задач, связанных с трудоустройством. То есть, это, ну, я не скажу, что я большой специалист, я там гуру или там коуч по трудоустройству, но из-за того, что я и сам еще сотрудник в финансах в том числе, и сам, когда трудоустроился, да, я понимаю примерно, ну, что происходит на рынке, ну, и даже сейчас происходит такое непростое время на финансовом рынке. И если вы хотите потратить это время наше с вами на ваш персональный такой консалтинг, да, в части трудоустройства, я готов это время вам с вами посвятить. Чем это может закончиться? Либо мы с вами введем какое-то резюме в порядок, соответственно, ну, на то, что, на ту позицию, к которой вы претендуете, да, либо мы с вами, либо я могу, основываясь на нашем с вами диалоге, подготовить для вас рекомендательное письмо с подписью. Естественно, если вы будете трудоустроиться, у вас появится лишний повод, если мне кто-то позвонит, я, конечно, все слова, что я там напишу, напишу, подтвержу. Поэтому, просто я говорю о том, что многие используют вот это, как бы, за такой очень, да, считайте персональный, не только во благо компании, не столько во благо своего, там, будущего или текущего трудоустройства. Welcome, добро пожаловать, я тоже приветствую, мне это тоже интересно. Ну, и опять же, я повторю, что, не бросая всех своих слушателей, да, мы с ними продолжаем диалог, и вот последняя у нас была встреча про, по-моему, про личную эффективность, да, если не ошибаюсь, а ближайшая встреча будет, опять же, для участников курса, который хоть раз кто-то посетил, любой курс, про финансовый маркетинг. Мы сейчас выбираем время и дату, время, да, и проведем такой курс на стыке финансового маркетинга тоже очень сейчас актуально. Это непростая тема для меня, как финансовый директор, я вынужден погрузиться в нее был, потому что мне не устраивали результаты, которые показывали наши маркетологи, да, и вот какими-то выводами на стыке финансовой системы, CRM-системы, системы управления, рекламными каналами, вот хотел с вами поделиться. То есть вот как я финансовый директор, вынужден погрузиться в эту тему, и я продолжаю в ней активно сейчас. Мне это даже интересно, мне интересно погрузиться в маркетинг, мне нравится маркетинг-продажа, вот, и хотел, ну, буду делиться об этом с вами, вот, для всех участников курса. Мы стараемся примерно раз в месяц, раз в два месяца проводить такие встречи, вот, по-моему, феврале было, да, сейчас в марте уже не спили, в апреле сделаю встречу. Соответственно, все участники курса пожизненно, как говорится, будут в ней примет участие. То есть это уже, это как бы ваше вступление, да, в клуб успешных финансистов. Друзья, спасибо большое, я был рад, что, надеюсь, вам встреча была полезна. Опять же, повторюсь, ну, не удалось многое втиснуть, да, в такие жесткие временные рамки, но старался как мог. Дрался как мог, надеюсь, что встреча не прошла зря, и также надеюсь, что, ну, вы не будете как это прекращать, и будете постоянно стремиться изучать новое. То есть это, ну, не обязательно, это ваш выбор, да, куда тратить время и деньги, но даже в такой, хочу сказать, ситуации, вот сегодня мы буквально разговаривали с ректором, он говорит, что, несмотря на, может быть, даже панические настроения у многих потенциальных наших слушателей, на институте многие понимают, что обучение и развитие своих навыков – это инвестиции. Кто это понимает, ну, соответственно, тот через какое-то время, да, окажется на коне. Это, ну, это такие мои прогнозы, я надеюсь, что они будут правдовы. Поэтому призываю вас, сейчас много информации, учитесь, учитесь и учитесь. Спасибо большое, рад был, что вы были со мной, желаю вам хорошего вечера, хорошего настроения, и все у нас будет замечательно. Спасибо большое, до свидания. Продолжение следует...